Повышение тарифов и цен на топливо, старые изношенные автопарки, низкая оплата труда работников сферы пассажирских перевозок, проблемы с перерегистрацией предприятий, плохая транспортная инфраструктура. Это лишь половина из тех проблем, о которых рассказали севастопольские перевозчики. Обсуждаемые темы коснулись перспектив развития транспорта по разным направлениям. Мы сегодня должны выявить наиболее болезненные точки в транспортной инфраструктуре. Кроме того, по этим болевым точкам мы должны определить методы решения этих задач и ответственных лиц, и сроки решения этих задач. Первым с докладом выступил заместитель директора коммунального предприятия «Севелектроавтотранс» Ефим Эпштейн. Он отметил, что автопарк предприятия изношен практически на 50%, а более 100 единиц подвижного состава требуют замены. Также на данный момент троллейбусное управление испытывает и некоторые финансовые трудности. Для улучшения работы троллейбусного управления Ефим Эпштейн предлагает принять комплексную городскую программу развития пассажирского транспорта, а также усилить контроль за оплатой проезда. Наше предложение, чтобы не задержать ваше внимание, наше предложение в основе своей составляется в том, что необходимы городу программы. То есть вот эти все программы, по нашему мнению, надо объединить, где найти место автомобильного транспорта, пусть она называется программа транспорта, пусть она наносит федеральный характер. Горячо обсуждаемой темой стали и тарифы на пассажирские перевозки. Предприниматели уверены, что оплата за проезд в общественном транспорте должна соответствовать тем требованиям рынка, которые существуют в городе на сегодняшний день. Кроме этого, они считают, что модернизация и замена автопарков транспортных предприятий невозможна без повышения тарифов. Как бы мы не делали тарифы низкими доступными пассажирами, в результате мы оказываем недвижний успех этому же населению. Не оформляя, не обеспечивая достойный тариф на перевозке, мы таким образом подвергаем наших пассажиров огромной опасности. В свою очередь, общественность возмущена резким увеличением цен на проезд. Вячеслав Тертус, житель Севастополя, которому ежедневно приходится пользоваться морским пассажирским транспортом, считает, что нельзя так резко повышать тариф. На сегодняшний день тариф на катерные перевозки поднят был вдвое. И данный момент, ну как бы при отсутствии работы у многих местных жителей, вызывает, скажем так, негодование. Свои предложения на рассмотрение депутатам Госдумы также внес председатель общественной организации защиты прав пассажиров Павел Крюков. По его словам, в городе необходимо привести в порядок транспортную инфраструктуру, определить места парковки для туристических автобусов, а для эффективного общественного контроля можно использовать спутниковые системы навигации. Они помогут в режиме онлайн отслеживать движение общественного транспорта. Для того, чтобы иметь полную информацию о работе транспорта, использовать его в своих интересах, как потребителя услуг, конечно, хотелось бы иметь информацию в режиме онлайн-приложений, где и как находится этот транспорт, что возможно обеспечить работой в городе системой ЭРО «ГЛОНАСС». Круп проблем предпринимателей не ограничился лишь практическими сложностями, связанными с местными реалиями. Многие предприниматели сетуют на отсутствие нормативно-правовой базы, в которой бы в полной мере отражались права и обязанности перевозчиков. Правосоюз водителей такси видит в приобретении закона о такси. Потому что до этого мы работали в одном поле правовом, сейчас работаем в другом. Закона о такси нет. Я хочу, кто присутствует, чтобы правосуизводители такси включали во все комиссии, которые, возможно, есть. И потому что вы только обводите и узнаете о проблемах города Севастополя и всего такси, а на торговых перевозок. В свою очередь депутаты Госдумы заверили, что в ближайшее время необходимые законы будут приняты, а все замечания и просьбы севастопольских перевозчиков они обязательно учтут в своей дальнейшей законотворческой деятельности. Мы, комитет открыт, вот все здесь члены комитета, каждый из депутатов ведет по направлению свои законы. Вы можете к ним обращаться, к их помощникам в любое время, быть экспертами в подготовке законопроекта, которые нужны отрасли, давать свои предложения. Ирина Новосад, Виктор Кислицын, программа «Наше время». Продолжение следует...